А кандидат в президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана Улубек Инаятов провел встречу с избирателями на Манганской области. Встреча кандидатов в президенты страны от Народно-демократической партии Узбекистана Улубека Инаятова с избирателями на Манганской области состоялась в Центре культуры Туракурганского района. В ней приняли участие активисты политической организации, депутаты местных кингашей, народных депутатов, представители широкой общественности, молодежи и средств массовой информации. Доверенным лицом была представлена информация касательно биографии и трудовой деятельности кандидатов в президенты, который, в свою очередь, ознакомил собравшихся с основными направлениями своей предвыборной программы. В частности, она направлена на создание в Узбекистане демократического социального государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовласти. В основе же выдвигаемых предложений и инициатив «Идея, сильная социальная политика, фундамент социального государства, стабильности в обществе и благополучной жизни». Также внимание акцентируется на укреплении гарантии образования для молодежи, социально ориентированной рыночной экономики, социальной оптимизации товаров и услуг, демократии, основанной на социальном равенстве, реформах в судебно-правовой сфере, конструктивной внешней политике, обеспечении потребностей, законных прав и интересов лиц с ограниченными возможностями. Отдельное внимание уделяется дальнейшему обеспечению занятостей населения, сокращению бедности, а также усилению общественного контроля над адресной и целевой социальной помощью, оказываемой нуждающимся в ней гражданам. В программе в качестве основной цели обозначено определение эффективных механизмов по реализации обязательств государства в социальной сфере, закрепленной в обновленной Конституции. Сильная социальная политика – основа социальной государственности, фундамент стабильного общества и благополучной жизни. В интересах населения мы выступаем за проведение сильной социальной политики. В этих целях считаем необходимо осуществить следующее. Это, в частности, улучшение условий жизни социально уязвимых слоев населения. В целях законодательного закрепления порядка определения минимальных потребительских расходов, достаточных для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей каждого человека, принятие закона о минимальных потребительских расходах, обеспечении занятости граждан, защита от безработицы, осуществление всесторонней заботы и поддержки семьи, детей, женщин, пожилых людей, лиц, инвалидности, укрепление гарантий для молодежи в вопросах выбора профессии, введение системы справедливого государственного пенсионного обеспечения для всех граждан, включая и введение порядка, предусматривающее в случае смерти мужа или жены, получавших пенсию большого размера, перевод этой пенсии живущему супругу. Мы считаем, что необходимо расширить систему социальной защиты. Кандидат в своей предвыборной программе особое внимание уделил мониторингу демографических процессов, потому что в Центральной Азии, да во всем мире, стремительное увеличение числа населения в Узбекистане и демографические процессы влияют на социально-экономические отношения. В ходе ознакомления с предвыборной программой кандидата можно увидеть то, что здесь был приведен конкретно анализ демографических процессов и социально-экономического развития, и призывая всех наших соотечественников принять активное участие в предстоящих выборах президента страны. Мое внимание в предвыборной программе привлек вопрос расширения доступа к библиотекам, превращения их в информационно-культурные центры, которыми могут свободно пользоваться все. Это позволит обогащать наше мировоззрение, расширять кругозор. Также мне понравилось то, что в предвыборной программе уделяется внимание в сфере медицины. Словом, сегодня нас ознакомили со всеми аспектами предвыборной программы кандидатов в президенты, в которой особое внимание уделяется социальной защите населения. В качестве докторанта я очень обрадовался, что в предвыборной программе отражены предложения касательно решения проблем, стоящих перед ними. В программе определено, что будут выделяться компенсации докторантам для оплаты аренды жилья. Еще один важный аспект — это установление размера стипендий в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности. По моему мнению, это дает стимул и мотивацию нашей молодежи. Участники диалога получили ответы на все интересующие их вопросы, высказали свои мнения и предложения по озвученным инициативам и призвали всех принять активное участие в выборах президента страны, которые состоятся 9 июля этого года.